Руководство аэропорта Уфа обратилось к властям с просьбой в содействии реконструкции аэродромного комплекса. Сегодня его посетил глава региона Радихабиров, осмотрел обновленные терминалы и наградил отличившихся сотрудников. В начале года в Уфимской авиагавани сдали в эксплуатацию новое технологическое сооружение «Навес», объединяющий в единый архитектурный облик терминалы внутренних и международных авиалиний. Объект возвели в рекордные сроки, всего за полтора года. Расходы взяло на себя само акционерное общество. В планах модернизировать зону прилета, а именно ряд входных групп, поскольку сейчас пассажиры испытывают затруднения при выходе с самолета. Им приходится сначала подниматься по лестнице или на лифте, потом обратно спускаться. Еще одна важная задача – увеличить мощность очистных сооружений, количество стоянок самолетов и сократить путь к взлетно-посадочной полосе. Все эти работы дорогостоящие и требуют поддержки со стороны республики и федерального центра. Первая группа недостатков – это в пиковый летний сезон у нас мало стоянок. Вторая группа недостатков – это когда самолет обливается, время действия жидкости, правильный противообледенительный, оно меньше, чем возможный маршрут руления самолета. Вот видите, вот мы отсюда порулили и вот отсюда, например, стали взлетать. В прошлом году Уфимский аэропорт обслужил 4 миллиона 800 тысяч пассажиров. Ранее в своем послании президент Владимир Путин поручил к 2030 году увеличить авиационную мобильность граждан в полтора раза. Поэтому целевой показатель для Башкортостана составляет более 7 миллионов пассажиров в год. Продолжение следует...